Глава Омского Роспотребнадзора в качестве одной из мер предлагал провести старт международного ралли «Шелковый путь» в закрытом формате, без зрителей. Однако на оперативном штабе от этой меры профилактики отказались, так что у Амичей все еще остается возможность посетить церемонию открытия ралли «Шелковый путь» и почувствовать атмосферу самого ожидаемого в этом году заезда. Символический торжественный старт международной гонки будет дан 1 июля в 17.00 на Соборной площади. Вход для зрителей свободный и бесплатный. Главное условие – соблюдение всех мер безопасности, обязательное наличие маски и прохождение термометрии. Зрительские места предусмотрены на стороне Успенского собора, откуда будут хорошо видны все мероприятия церемонии открытия ралли, в том числе презентация техники и экипажей участников. В 5.00 вечера на Соборной площади начнется часовой концерт Омского симфонического оркестра. Музыканты исполнят хиты известных рок-групп. В 7.00 вечера начнется церемония представления гонщиков. Амичи смогут своими глазами увидеть легендарные автомобили, которые участвовали в заездах по всему миру. Реальный старт ралли «Шелковый путь», с которого и начнется отчет времени 11-дневного заезда, состоится в пятницу 2 июля в 9.00 утра на территории 242-го учебного центра ВДВ. На полигоне «Светлый» также разместят зрительскую зону. Кроме того, амичей будут ждать и в поселке Индейка Калачинского района, где 2 июля с 10 часов утра можно будет наблюдать прохождение гонщиков. Первого числа спортивный старт и финиш – это наши две основные задачи – тоже провести на высоком организационном уровне, тоже с соблюдением, безусловно, всех требований и рекомендаций и Роспотребнадзора, и огромный блок безопасности в целом по организации мероприятия. Потому что все равно, несмотря на все, так скажем, ковидные ограничения, мы ожидаем присутствия зрителей в положенном количестве и обеспечения их всеми средствами индивидуальной защиты. Напомню старт. Ралли будет дан 1 июля в Омске на Соборной площади, а финиш состоится 11 июля в Улан-Баттере. Всего же маршрут будет состоять из 10 этапов, включающих в себя самые разнообразные ландшафты, климатические зоны и высоты. Три первых спецучастка гонки – Омск-Новосибирск, Новосибирск-Горно-Алтайск, Горно-Алтайск-Улгий, которые будут проходить по территории России, станут своего рода разминкой. Общая протяженность дистанции составит всего 329 километров. Трасса пройдет по равнинам, лесам, на второй день по Чуйскому тракту – самый красивый этап гонки. И далее через границу в Монголию, где и произойдет финиш третьего этапа. После пересечения границы экипажам предстоит проявить свое мастерство на все 100% – песчаные дороги, дюны, пересечения русел рек и подъем на горные массивы. Максимальная высота подъема составит 2500 метров, а самый длинный спецучасток будет состоять из 540 километров по тотальному бездорожью. Специалисты Роспотребнадзора проверили омские прогулочные теплоходы «Москва» на соответствие санитарным нормам. Ранее сотрудники установили, что экипаж не соблюдал масочный режим. Средств защиты на борту было недостаточно. Именно на это пожаловались ведомства пассажиры. Что показала повторная проверка ревизоров и какое наказание ждет владельцев судов, которые игнорируют санитарные эпидемические требования – подробности в нашем сюжете.